Варшава и Вашингтон подписали соглашение о строительстве АЭС в Польше. Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции, сообщил премьер Польши Дональд Туск после переговоров с министром энергетики США. Борис Анидович, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом мощном энергетическом строительстве и во сколько его уже оценили. По сравнению, можно ли их считать, польские электростанции в количестве российских? Сколько там штук в эту цену бы влезло? Вам слово. Ой, ну, поскольку я человек уже в возрасте, напомню, что поговорка о том, что можно на три вещи смотреть бесконечно, как горит огонь, как течет вода, как Польша строит атомную электростанцию, я впервые услышал в средней школе. Было это достаточно много лет назад, в прошлом веке точно. С той порой особо много ничего не меняется, Польша строит атомную электростанцию. Единственный реактор, который работает, назывался «Мария». Исследовательский реактор, построенный во времена существования Совета экономической взаимопомощи и не в Польской Республике, а в Польской Народной Республике. То есть знакомство с атомной энергетикой у них есть, атомных электростанций у них как-то вот нет. Впервые соглашение, он же меморандум, он же протокол о намерениях, было подписано еще пару лет назад, речь шла о том, что с 1928 по 1936 год по технологии компании Вестингаус будет построено три атомных энергоблока на базе реакторов АП-1000. Да, именно так звучит, хотя нет-то мощности 1100 мегаватт. И, по-моему, уже третий раз подписывают новые и новые условия. Стоимость названа. Я не буду пересчитывать злота. И 28 миллиардов долларов за три блока. 1100 мегаватт мощность каждого. На всякий случай напомню, что для Белоруссии было построено два атомных энергоблока за 10 миллиардов долларов. При этом господин Лукашенко уже наметнул на том, что удалось половину еще есть экономить. Ну или, если сравнивать с чем-то совсем уж зарубежным, с Белоруссией у нас по-разному ситуация складывается. Атомную электростанцию, которую Росатом строит себе в Турции, четыре реактора ВВР-1200, 22 миллиарда долларов, с учетом того, что на Средиземном побережье Турции появился новый порт. Сюда же входит подготовка турецких специалистов и так далее. Здесь немножко другие расценки. На что рассчитывают польские энергетики, польские руководители, мне сказать сложно. В этом веке компания Вестинг-Гаусс в строительстве атомных энергоблоков замечена не была, не сложилось у нее как-то. Напомню, что в 2016 году, пройдя через процедуру добровольного банкротства, в очередной раз сменился владелец из американского. Там, собственно говоря, место регистрации, соответственно, патентное право. В Америке оно действительно очень удобное. Надеюсь, когда-нибудь в России задумываются о том, как выдавать патенты. Это отдельная история. На день сегодняшний компания Вестинг-Гаусс – это порядка 400 действительно опытных инженеров-конструкторов, которые руками ничего не делают, а не проектируют. Ближайший пример совсем неподалеку. Болгария – крайне дисциплинированная страна. Она всегда соглашалась с теми, кто ей руководил с нацистской Германией, с Советским Союзом, с Евросоюзом, с Вашингтоном и выполняет любые приказания безукоризненно. Она тоже объявила, что у нее будет строить Вестинг-Гаусс, и тендер соответствующий был проведен, и победитель объявлен. И когда речь зашла о том, чтобы разрабатывать положение обязывающего контракта, американская компания сообщила о том, что к финансированию она никакого отношения не имеет, она предоставляет технологии, а где господин заказчик будет искать деньги, это вообще никого не касается. Ищите, где хотите. То же самое касается и генеральных подрядчиков. Напомню, что попытка Вестинг-Гаусс построить два атомных энергоблока в составе атомной электростанции «Вугль» на территории самих США закончилась тем, что впервые в истории атомной индустрии заказчик превратился в собственного генерального подрядчика. Достроить не удалось. Вестинг-Гаусс, пользуясь законодательством США, из проекта просто вышла после процедуры банкротства, и компания-заказчик достраивалась это собственными усилиями. Но уже тогда, когда это строительство шло, можно было наблюдать, что корпус реактора был изготовлен в Японии, доставлялся морем. Часть оборудования производились. В общей сложности там участвовало больше 10 тысяч компаний, которые собирали оборудование со всех сторон, как-то монтировали на месте. Если Польше нравится вот такой подход, почему бы и нет. При этом компания, которой предстоит строить, государственная польская элит... Ну, в общем, не буду коверкать язык. От государства получится порядка 15 миллиардов долларов из 28 необходимых. Остается найти еще 13 и, разумеется, уповать на то, что начальная смета, которая в договоре появится, не будет превышена. В США такого не получалось. Напомню, что там строилось две пары блоков на двух атомных электростанциях, но в одном случае инвестиции были не настолько велики, чтобы этот проект продолжать. Проект был просто закрыт. Что касается блоков для атомной электростанции в угле, то смета превышена вдвое. И там не то, что сейчас дает арифметика. Я напомню, проект строительства атомной электростанции на севере Польши предусматривает 3 энергоблока. 28 миллиардов, ну, соответственно, чуть больше 9 и каждый. В США, то есть у себя дома, вложились в 14,5 миллиардов долларов, что немножко больше. То, что удастся построить за 8 лет, на мой взгляд, мысли интересны, но вряд ли реализуемы. Удачно были реализованы проекты АП-1000, на территории Китая, но там свое плечо поставили энергетические машиностроители самого Китая, не считая истории с главным циркуляционным насосом, который на одном из блоков проработал полгода и потом два года ремонтировался. Но если Польше нравится вот такой подход, можем только приветствовать. Чем больше атомных электростанций, тем лучше, тем надежнее энергосистемы. Это радостно. Ну и на всякий случай напоминаю, что Польша, помимо поиска денег для строительства атомной электростанции, предстоит еще и поиск и мест для захоронения облученного ядерного топлива, которое на основании закона, действующего в США с 70-х годов прошлого века, считается высокоактивным отходом, переработке не подлежит. И как любое государство на планете, высокоактивные отходы ввозу на территории страны не подлежат. То есть даже если бы компания Вестингалас очень хотела чем-то в этом направлении помочь Польше, она законодательно ограничена. Топливо поставлено будет. Свежее в этом никто не сомневается. Что и как будут делать польские энергетики с облученным ядерным топливом, где искать место для его геологического захоронения или договариваться каким-то образом с французскими атомщиками о том, чтобы топливо было переработано. Напомню, что на день сегодняшний на планете только у двух государств есть технология переработки облученного ядерного топлива, Россия и Франция. Но Франция перерабатывает облученное топливо, которое построено по французским технологиям, по американским технологиям. Мощность из заводов отнюдь не бесконечна. Прежде всего, Франция перерабатывает, разумеется, свое собственное облученное ядерное топливо. Так что если появятся новые потенциальные клиенты, им предстоят большие переговоры по этому поводу, в какое место в очереди их поставят, когда это произойдет, либо искать место для захоронения. Напомню, что геологическое захоронение подразумевает, что хранилище, где будет надежно храниться облученное ядерное топливо, будет оставаться надежным в течение 300 тысяч лет. Единственный пример такого начатого строительства захоронения – это Финляндия с ее гранитными грунтами. Есть ли гранитные грунты в Польше, мне сказать сложно, но если руководство Польши с таким оптимизмом смотрит на сотрудничество с Соединенными Штатами, значит, уверенно в себе, значит, все у них хорошо, и вовсе Польша не будет превращаться в какую-то радиоактивную свалку. Смотрим на это с оптимизмом. Будем наблюдать. Начнется ли строительство действительно в 2028 году, удастся ли найти еще 13 миллиардов для того, чтобы строительство начато, насколько увеличится смета, насколько увеличатся сроки строительства, будем наблюдать. Пока поговорка о бесконечных процессах остается в силе. Польша продолжает строить атомную электростанцию. Впервые об этом заговорили, если мне память не изменяет, в 1979 году. Так что недалеко уже и очередной юбилей. Борис Анатольевич, такой вопрос. А как, в принципе, в энергобалансе Польши обстоят дела? Поскольку то у них находят какие-то неимоверные запасы сланцевого газа, то они пытаются как-то озеленить свою угольную генерацию. Отказались от российского газа, пользуются американским СПГ, а у них там, в принципе-то, все нормально? Да, все вполне традиционно, 70% вырабатываемой электроэнергии производится на угольных электроцессорах, все в порядке, угольное месторождение на месте. Стоимость растет, поскольку евробюрократы из Брюсселя традиционно повышают и повышают налог на выбросы углекислого газа. Польша держится, и газ приходит не только в виде СПГ, на регистрационный терминал в Свино-Уйсе. Напомню, что совсем недавно мы внимательно следили о том, как строили, у меня очень плохо с английским, извините, Балтик Пипа, Балтик Пайп, так это правильно читается. Могучий конкурент «Газпрома», газопровод, который протянут с месторождения, который разрабатывается шведским государством, концерном газовом в Северном море. Мощность, по-моему, 7,5 миллиардов кубометров газа в год. Достаточно протяженный маршрут. Начинается в Северном море, выходит на берег Дании, проходит через Сюданию, ныряет в Балтийское море, и выныривает в Польше. Это уже построено, я так понимаю, что два источника природного газа, ну и, соответственно, результаты мы видим. Но газовых электросанций пока Польша не строила. Добившись вот такой независимости от российского газа, напомню, что прекращена работа «Ямал-Европа» магистрального газопровода, который строили общими усилиями, вместе искали деньги. Это был первый магистральный газопровод из России в Европу, прошедший мимо территории бывшего Украинско-Советско-Социалистической республики. Отношения были действительно очень хорошими. Польша во многом помогала налаживать отношения с новой Европой, так скажем, Европой, которая вобрала в себя бывшие страны Совета экономической взаимопомощи. Польские газовики выступили одними из учредителей Питерского международного газового форума, регулярно участвовали до 2014 года. Сейчас все это прекращено. Что они будут делать с балансом? Как они намерены бороться со стоимостью квот на выбросы углекислого газа? Мне сказать сложно. Есть проекты строительства морских ветоэлектростанций. Будем смотреть, как вполне традиционно сложилось. Во многом развитие энергетики Польши зависит от субсидий со стороны Европейского Союза. Во что именно будет вкладываться Европейский Союз? В поддержание киевского режима или в развитие энергетики в Польше, в Прибалтске? Посмотрим. У Урсула Фондер настроения известны. Все для фронта, все для победы. Все это население, это какие-то небольшие страны. Посмотрим, какие тенденции будут преобладать. Борис Анидович, а возвращаясь к Балтийской Пипе, как там обстоят дела у Польши с соседями? Ведь эта труба и к Прибалтам завернула, и на Украину они газочек поставляют. По поводу продолжения Балтийской Пипе, построено соединение между Польшей и Литвой. Годовая мощность 2,5 миллиарда кубометров. Кто из них кому качает газ, сказать сложно. Напоминаю, что в этой дружной семье европейских народов отношения друг с другом выстраиваются исключительно дружеские. Есть регистрационный терминал у Польши, есть регистрационный терминал у Литвы. Кто из них кому что поставляет, сказать сложно. Может быть друг другу, может быть еще как-то. Судьба у Балтийской Пипе складывалась по-разному. Вообще напомню, что магистральный газопровод, такая газовая вертикаль европейская, это типичный магистральный газопровод курильщика. В обычных случаях газопровод строят от месторождения к потребителям. Европейский вариант выглядел совершенно иначе. Сейчас Балтийской Пайп за счет соединения газовых систем Эстонии и Финляндии, вот где-то в Финляндии, и заканчивается именно оттуда строительство иначе. То есть первое, что было построено, это газовая смычка между Финляндией и Эстонией. Борис Сеонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика.инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту, чтобы мы дальше также вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Новости проекту, прежде всего, появляются именно там. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok